На слова апостола «Не то делаю, что хочу, но что ненавижу, то делаю» Римлянам 7.15 И о том, как Иаков был прообразом Христа, а в начале слова против любителей театральных зрелищ. Хвалю вашу любовь, удивляюсь вашему усердию, и принимаю это прекрасное состязание. Место смятения, рождающего шум, теперь заступило сокрушение, испытающее венец правды. Я ублажаю вашу любовь, по внушению которой вы все усилия употребили, чтобы удержаться в этой божественной твердыне. Но чем более удивляюсь я этой вашей ревности, тем сильнее отвращаюсь я от вашего влечения суетным удовольствием. Вчера это наше священное собрание подверглось ограблению, иконское аресталище увлекло к себе народ с этого блаженного и божественного состязания. Наделиться не мог я тому, с какой охотой и поприще божественного слова променяли вы на конские скачки. Там вы были посмотреть бег лошадей, а ведь здесь колесница Божия в неисчетное число раз превосходнее, и на ней тысячи ликующих. Там могли вы видеть состязания, погони и спор. Здесь любовь, ревность и усердие. Тысячи колесниц не спровергает одна колесница. Одна колесница у Бога, а колесниц нечестия много. Но та совершает бег благочестия, а эти божественной колесницей не извергаются. И иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Салом 19, 8, 9. Колесница эта ни коней побеждает, и ни людей попирает, но не излагает демонов и вопрак сокрушает насильство дьявола. Ни четырьмя конями запрягается колесница Божия, но ее влечет бесчисленное множество душ. Колесниц Божий, говорит Салмопевец, тьмы тем и тысячи тысяч. Конями Божиими служат святые души, души апостолов, обтекшие всю землю и несущие спасение всему миру. Апостольская езда – спасение вселенной. Об этом предсказывал пророк. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Аввакум 3, 15. Проповедь апостолов смутила весь языческий мир. Цари смущены, властители огорчены, нестерпим для них бег апостольской благодати. Поэтому возмущенные проповеди апостолов и говорили. Они, всесветные развратители, пришли сюда. Деяние 17, 6. Вот колесница Божия, вот кони, взнужданные благочестием. Не протися же слову истины, не подражай прыжкам неразумных, отталкивая от себя божественный закон, чтобы и тебя не остановил божественный голос. Что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна. Обуздаем себя благочестием, обратим свои взоры к целомудренному зрелищу. Будем смотреть возничьих благочестия, пророков и апостолов. Пророки, возничьи истины, руководители доброго бега. Таков был Илья, которому Ильисей взывал «Отец, Отец, возничий Израиля и конь его». Всему должно предпочитать благочестие. Не отставай от учения, как только слышишь ты божественное слово, а что слышишь помимо его, для того будь наравне с бессловесными. Не только душой, но и очами твоими пусть управляет любовь к Богу. Пусть не двоятся твои взоры между бесстыдными зрелищами и святою ревностью. Приучи глаз твой не видеть ничего, кроме небесных красот, так, чтобы ты мог говорить «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Слух твой приучи ни к шуму, ни к крику, но к божественному закону говоря. Я преклоню в притчем ухо мое и услышу, что скажет о мне Господь Бог. Не лезьте и угодливостью внушены мои слова, но сознанием долга. Мой долг – учить и вразумлять вас. Угодливость не приносит никакой пользы, а вразумление весьма полезно. Не пленяйтесь беспорядочными зрелищами, не оскверняйте своих мыслей чужими песнями. Ты можешь обуздать свои мысли, хотя бы привычки увлекла тебя в ту сторону. Ты не раб, а свободный, и ненасильно берут тебя в плен и порабощают, но ты сам по своей воле продаешь себя греху. Не оправдывайся словами апостола. Когда укор истины дойдет до твоего сердца и облечит его тайны, не вздумай сказать в ответ «Разве я выше Павла, говорящего, не то делаю, что хочу, на что ненавижу, то делаю». Не извращай божественных слов, что тебе так привычно делать. Не клевещи на славу апостола в угоду своей страсти. Многие старались прикрыть свои грехи. Нередко ссылается на только что приведенные нами слова апостола. Павел говорит, говорят о суд избрания. Всегда управляемый духом святым сказал «Не то делаю, что хочу, на что ненавижу, то делаю». Ибо по внутреннему человеку услаждаюсь закону Божию. А в членах моих вижу иной закон противный, воюющий закон ума моего и пленяющий меня, делающий пленником закона греховного, который находится в членах моих. Всякий грехолюбец непременно хочет найти лицо всеми уважаемое, которое могло бы разделить с ним его грех. Охотно прибегая в таких случаях к апостолам, не в укор им, но в оправдание самим себе. Сказал, говорят апостол, «Ибо знаю, что не живет во плоти моей доброе. Если даже в Павле не живет доброе, то, как, говорят, требовать, чтобы обитало добро во мне. Как я могу быть участником добра? Может ли во мне быть добрый корень? Если такой великий муж был пленяем законом греховным, как он сам заявил, что же остается мне, жалкому рабу, греха?» И вот во избежание двух зол, оклеветание апостольского слова и притупление самих себе стыда за грех, нам необходимо раскрыть в заключающейся словах апостола мысль во всей ее полноте, вникнуть в ее развитие. При всяком сомнении относительно понимания священного писания нужно обращаться к контексту речи, к общему смыслу данного места. Когда известно, к кому обращена речь, о чем и с каким намерением говорится, тогда нетрудно уже бывает установить и точное, безошибочное понимание данного места. 844. Апостол, постараясь говорить кратко и ясно, живописует образ вообще человека, как он был создан вначале, как был под законом и как был освобожден благодатью. Живописует словом, как бы на картине. Итак, чем был Адам до заповеди и чем он стал после заповеди? Каким он был в подзаконном состоянии и какая произошла в нем перемена под благодатью? И как если я сегодня скажу, Бог сотворил нас по образу и подобию своему, но приступив к заповедь, мы были изгнаны из рая. Не о себе самом говорю я это, но только отношу к себе то древнее повествование. Ведь ни рая я не видал, ни изгнания из него не подвергался, а только для живейшего представления того, что испытывал наш правотец и первовиновник нашего несчастья. Я и употребляю такие выражения, как «я был создан», «я пал», «я изгнан в израилье», «я был под законом», «я призван вновь». Так и Павел рассуждает об Адаме, каким он был до заповеди закона, подразумевая закон, данный в раю. И говорит от лица Адама, «когда я жил до закона, но потом пришла заповедь, и грех ожил». Разве Павел был древнее закона? Нет, он прочвел после всех воспитанных под законом. Он жил после явления спасителя. В таком случае, как же он полагает себя раньше закона, если он жил после него? Ведь из его слов выходит, что он древнее закона. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Неужели заповедь появилась позже Павла? Если кто подумает, что хотя закон был и до Павла, но сам он жил без закона, проводя жизнь языческую, и только потом уже подчинился закону, то и такое предположение не оправдывается историей. Павел никогда не жил вне закона. Он был, по его собственным словам, «евреят ивреев, обрезанный восьмой день из рода Израилева», филиппийцам 3.5. Так когда же он жил без закона? Когда же я жил без закона? Но когда пришла заповедь, то грех ожил. В какой заповеди? Гласящей. От всякого древа, которое в раю, ешь. После пришествия же заповеди грех ожил, а я умер. Смотри, как на весы полагает он грех и праведность. Когда соблюдается заповедь, грех умерщвляется. Напротив, когда грех распространяется, человек умирает. Словом, пришла заповедь, а грех ожил, апостол показывает, что до падения грех был мертв. А под грехом у апостола, разумеется, не грех в собственном смысле, но дьявол. Почему же называет он грехом дьявола? Потому что тот был наставником греха. Мы неизбежно впали бы в заблуждение и погрешили бы против истины, если бы не обратили внимание на особенность словопотребления, свойственного священному писанию. А писание именно имеет обыкновение прилагать к дьяволу наименование греха. Почему? Потому что он наставник, виновник и посредник греха. Равным образом и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа называет Писание правдой, не как дело правды, но как Учителя правды. Почему и говорит о нем Павел. В нем премудрость от Бога и правда и освящение и избавление. 1 Коринфянам 1.30 Итак, как Христос наименован правдой, поскольку он был источником правды, так и дьявол, бывший причиной и виновником греха, от греха же и получает название «Грех ожил, а я умер, и заповедь, данная мне для жизни, послужила для смерти». Стих 10. Бог дал Адаму заповедь не для того, чтобы он умер, но для того, чтобы он жил. Итак, заповедь, данная мне для жизни, обратилась ныне в смерть, не потому, что она изменилась сама по себе, но потому, что я своим прислушанием нарушил ее животворность. Должно тщательно вникнуть во все стороны этого вопроса. Необходимо это ввиду того, что враг Писания, не воспитанный в духе благочестия, тотчас выступает с возражениями. Что же говорит он? Бог не знал, что Адаму предстоит падение. Не предвидел он, что не соблюдет заповеди. Не предвидел, что он будет обольщен змеем. Для чего же он дал заповедь тому, кто ее не сохранил? Должно знать, что Бог знает все и дает законы, имея в виду не только того, кто их преступит, но и того, кто будет их исполнять. Почему же ты относишься к божественному предведению так враждебно и толкуешь его так односторонне? Зачем говоришь, только о том, будто бы Бог не предвидел, что Адам согрешит? Почему обходишь молчанием то, что последовало дальше? Конечно, ты умалчиваешь об этом недобросовестно, а я с верой проповедую, что как предвидел Бог падение Адама, так точно предвидел он оправдание Авеля, приложение Еноха, составление лика святых, предвидел он и то, как Ной переживет всемирный поток, как процветет Авраам корень веры, как воссияет патриархи, процветут пророки, прогремят апостолы, и что красота создания, которое разрушит падение, возродится в полном блеске, в преславном домостроительстве Спасителя. Предвидел он деяния апостолов, предвидел славу мучеников, подвиги исповедников, соборы монахов, предвидел процветание церквей, предвидел собор пастырей, предвидел всех, воистине предстоящих этому жертвеннику. Итак, что же, следовало ли в предвидении стольких благ давать жизнь созданию, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Послание к римлянам 7.11 Грех, то есть дьявол. Взял повод, как именно, Бог сказал, от всякого древа, которое в раю, ешь, а дерево, познание добра и зла, не ешь, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Дьявол, воспользовавшись этой заповедью, как предлогом, измышляет клевету и говорит человеку, будете как Боги, ибо знает Бог в тень, день, который вы вкусите, будете как Боги, и потому запретил вам. Клевещать на Бога и зависть, и самого Бога представляет завистником. Бог, говорит, не хочет, чтобы вы сделали равными ему, и потому запретил вам касаться дерева, плоды которого могут дать вам богоподобие. Грех, взяв повод от заповеди, умертвил. Хорошо сказано, умертвил, потому что не истину возвестил, но обманул, прельстил, и сервисто умертвил. Обман породил смерть, потому что создание не было смертным. Многие держались и такого мнения, что Бог сотворил человека смертным, но это неправда. Создание не было смертным, хотя оно и было перстным, но создано было бессмертным. Если бы человек создан был не бессмертным, а смертным, то как бы получил он по суду Божию то, что имел по природе? Если он был смертным, почему Бог наказанием за предслушание полагает ему смерть, в день, который вкусишь смертью умрешь. Очевидно, до вкушения он был бессмертным. А если он был смертным и до вкушения, то в этих словах не было бы истины, они были бы обманом, да и какой смысл угрожать тем, что я уже имею? Никто не станет угрожать человеку сном, который данному по природе, никто не угрожает пищи, потому что вкушение свойственно человеку по природе, а Бог стал бы угрожать смертью, очевидно, за грех постигло создание то, чего оно не имело по природе. Если бы Адам соблюл заповедь, прибыл, верен божественному закону, не было бы и смерти. Это подтверждается и тем изречением премудрости, что Бог смерти не сотворил и не радуется о погибели живущих. Зависть и же дьявола смерть вошла в мир. Премудрость Соломона 1.13 и 2.24 Потому будет вполне согласно с истиной утверждать, что смертным наше естество стало вопреки природе и что воскресением нам возвращается то, что свойственно нашей природе. Потому то оно и есть воскресение, восстановление, что поврежденное грехом и падшее создание восстанавливает оправданием. Если бы Адам соблюл заповедь, он остался бы живым. И что ручается за то, что эти слова непростая догадка, более или менее вероятная. А вот братья, чтобы вы не возводили напраслены на истину, но руководясь последовательностью, понимали действительное значение того, что говорит Божественное Писание. Смотрите, как изначальное бессмертие человека подтверждается последующими событиями. Если создание было смертным по природе, если не по причине греха оно подверглось смерти, а по самой своей природе, то как Илья и Инох победили природу? Как Илья вознесся, не вкусив смерти? Как Инох взят на небо, не испытав смерти? Вот залог изначального творения. Значит, мог бы человек жить постоянно, если он пребывал в Божественном законе. Взяв начатки нашего рода, Бог приложил их в бессмертие. И заметь, как мудро это устроено, между приложением Иноха и взятием на небо Ильи прошел большой промежуток времени, и много поколений сменилось, и это не без пользы. Так как два народа должны были явиться представителями благочестия, народ необрезанных и народ обрезания, то Бог берет не одного только Илью, чтобы Иудей не стал хвалиться, приписывая все себе, но задолго раньше берет Иноха, не знавшего закона, но соблюдшего церковное благолепие. Ведь все, что до закона, было образом церкви. Спроси праведных Даврама и закона, кто они были? Тремя названиями все исчерпывается, язычеством, которое характеризуется неверием, иудейством всего подзаконным строем жизни, и христианством всего евангельской благодатью. Пусть же теперь спросят противники об Адаме, Авеле, Инохе, Сифе, Нохе и Тех, которые после него Даврама украшались благочестием, кто они были? Язычники? Но этого признать не допускает их вера. Они не были язычниками, ведь они не водились неверием, не служили демонам, не кланялись истуканам, противились бесовскому заблуждению. Нельзя значит назвать их язычниками. Кто же они? Иудеи. Но они не знали закона, не соблюдали суббот, не держались разборчивости по отношению к пище, не имели обрезания. Итак, если древние не были ни иудеями, ни язычниками, то куда же еще остается их причислить, если не язычниками, то какое же дать им название? Что остается? Очевидно, их нужно причислить к христианам, не по имени, но по существу дела. Все они просияли как образы церкви. Не обрезан енох, не имеет обрезания и церковь, не рабствует закону, не рабствует ему и народ Христов, не знает запрещенной пищи, не знает этого и церковь, жительствующая по слову Божию. Древнейшей является церковь, поскольку она предваряется благочестием прадцев. Самая вера Авраама была образом церкви, а не иудеев. Поэтому апостол, исследуя вопрос о вере и желая показать, что Авраам образ церкви, а не иудеев, говорит, писано, братья, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Римлянам 4.3.10. Это говорит Павел, иудей по происхождению, знавший закон и искусный во всем, что касается закона. Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, который имел вне обрезании, так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменялась праведность. Замечаешь ли, каков здесь строй мыслей? Как апостол отделяет от Авраама Израиля, как не имеющего с ним сродства по вере, и сближает с правотцем язычников, как у наследовавших его благочестие? И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании, так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность. Видишь, как образ церкви был начертан в Аврааме, и спаситель желая показать, что евангельской проповеди восстанавливаются черты первобытного состояния людей. В ответ на слова иудеев, что Моисей написал, если кто хочет отпустить жену свою пусть даст я разводное письмо, сказал, Моисей, по жестокосердию вашему сказал, от начала было не так, значит, он не переменяет содержащиеся в законе, не разрушает его, но предпочтение дает истинному учению. Вот как он возводит нас к древности. 848. Повторю сказанное, но прошу вас оказать мне поддержку своим молчанием, чтобы возникший шум не нарушил течение моих мыслей. Спасительно желаю показать, что евангельское учение возводит нас в древнее первобытное состояние, когда ученики, а лучше сказать фарисеи, стали говорить, Моисей заповедал нам, что если отпусти жену, дай разводное письмо. Не только не обвиняет закон, но вступается за него, Моисей так сказал по-вашему жестокосердии, но от начала было не так, смотри, как восстанавливает нас в древнем состоянии, но сотворим человека, мужеский пол и женский сотворил он. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И во многих других случаях можно видеть, что спаситель возводил жизнь церкви к древнему доброму порядку. Итак, образ церкви осуществлялся до обрезания. И заметь, так как от начала существовал образ церкви, а впоследствии выступает сама церковь, средину же занимает закон, то апостол, желая показать последовательное на пространстве веков существования церковных восстановлений, говорит о законе, что он привходит. Закон же пришел Римлянам 5.20 Не сказал закон вошел, но превзошел. Совершенно различный получается смысл. Одно вошел в закон, другое превзошел. Изначально вошел закон евангельский, не наблюдающий дней, не принимающий обрезания, не восстанавливающий запрета на пищу. Этот закон изначально существовал у праотцев и восстановлен затем у отдаленных потомков. В середине же вошел, а лучше сказать превзошел закон, что и высказал с совершенной ясностью апостолов в приведенных уже словах закон же пришел позже. Ты хочешь объяснения, как именно превзошел закон? Вспомни историю, как Яков работал на Лаванна ради Рахили, но не получил ее в жены, и как для патриарха предметом его желаний была Рахиль, а тесть обманом заменил ее другой дочерью, его женой стала та, которой он не хотел. Так как и в намерениях божьих всегда было создать церковь, но на время он допустил синагогу, не по действию насилия или обмана с чьей-либо стороны, конечно, но тем не менее в соответствии с указанной древней историей. И далее, как Яков, получив Лию, продолжал стремиться к Рахиле, наделал уступку силе обмана, так и Бог за все время существования синагоги и ненавидел ее и любил другую. Чем подтвердить такое сопоставление? Кто поручится, что таков смысл истории? Сам Бог, сожительствуя в Светхозаветней подзаконной синагогой, нередко говорил в таком именно роде. Новомесячи ваших и праздники ваши ненавидит душа моя. И как Яков любил лицо Рахиле, а от лица страдавшей глазами Лии отвращался, потому что Лия, говорится, была слаба глазами. Бытие 29.17 Так и Бог впитал отвращение к синагоге, пораженной не болезнью тела, но ослеплением души. Об этом так говорит пророк. И кто слеп так, как мой раб, и кто так глух, как владеющие ими? Ибо ослепли рабы Божии. И как там из-за слабости глаз, так здесь по причине душевного ослепления отвергается синагога. Намекая на это их ослепления Спаситель говорит, оставьте их, они вожди слепые, вожди слепых. Слепец же слепца ведет, оба в яму упадут. А что во время существования подзаконной синагоги Бог постоянно хотел отвергнуть тот неблагодарный народ, об этом свидетельствует пророк. А дня, в которые извел отцов ваших от земли египетские, даже до сего дня, были предачами моими мысли истребить город сей. И что с другой стороны, и в то время, когда синагога хранила закон, Бог обращал взоры к церкви, это ясно из его слов Моисею. Оставь меня, истреблю их, и сотворю тебе народ великий, и гораздо больше. Но если ты согласишься, что в применении к церкви повторилась та древняя история, то как же все-таки произошел закон? Так же, как Лия заняла место Рахили. И что, братья, это не умозрение, не искусственная аллегория, но что действительно эта история заключена в себе таинственный смысл, а сам Яков был прообразом Бога, который некогда имел синагогу, ныне же имеет церковь. Об этом сам Бог взывает через пророка. Я говорил к пророкам и умножал видение. Служил Яков за жену и за жену стерег овец. Осия 12-10-12. Почему снабдил, сохранил? И как сохранил? Если ты, брат, обратишь внимание еще на другую сторону в той же истории Якова, ты заметишь, что самый брак Якова был заключен совершенно иначе, чем брак его отца Исаака. Исаак не сам приходил за женой вместо потами, чтобы взять ее оттуда, но послал раба своего и через него заключил брачный договор. Яков заключает брак сам, а не при посредстве раба. Это опять-таки имело значение прообраза по отношению к Ветхому и Новому Завету. Ветхозаветный синагогу Бог уневещивает себе через раба своего Моисея, как Исаак через раба устраивает свое обручение. И затем обручившись, при посредстве раба же приводит к себе свою жену. Между тем Яков не посылает раба, хотя рабы у него и были, но сам идет в Месопотамию. Сам один пришел, имевший много рабов, один пришел, имевший стада вьютичного скота. А Бог благословил дом Авраама и скотом, и серебром, и золотом, и рабами, и лошадьми, и всем прочим. И наследник такого-то богатства отправляется в путь с одной только дорожной палкой, как он сам говорит, жезлом этим перешел Яйордан. Бытие 32.10. То есть когда отправился я в дорогу, все мое достояние заключалось в этой дорожной палке, хотя я и был господином большого богатства. Пошел Яков один. Пришел вечер, вечером лег спать и положил себе под голову камень. Ни дома, ни пристанища он не нашел себе. Не прообразовал ли он и в этом случае того, который говорил о себе «Сын человеческий, не имеет где их главы преклонить». Затем братья, уснув он видит небо отверстым, именно как для Христа не находилось на земле места, где преклонить главу, а небо со всеми его тайнами было для него открыто. Так точно Яков не имеет крова и видит во сне небо отверстием и лестницу, утвержденной на земле и достигающей до неба. В другом смысле Яков может служить парообразом и вообще гонимых, и преследуемых. Избегая преследования со стороны Исава, он уходит в Месопотамию, следуемого, на земле открывается небо, устраивает так, что он видит небо и лестницу, утвержденную от земли до неба, и ангелов Божьих восходящих и нисходящих по ней. И Господь, говорится, наверху восседает. Не сказал просто сидел, но утверждался на лестнице. Что же такое эта лестница? Опять образ креста. Через него открылась нам возможность зайти на небо. И одни через него взошли на небо, другие через него же не спали. И иудеи крестом отверглись небес, а язычники крестом возводятся на небо. 851. Чтобы не показалось кому-нибудь, что я насильственно навязываю объясняемых слов, аллегорический смысл, я спешу подтвердить свое понимание свидетельством Священного Писания. Спаситель по Евангелию показывает, что те ангелы, восходящие и нисходящие были образом евангельской благодати. Говорит Напанаилу, я сказал тебе, что видел тебя по смоковнице, и ты веруешь, больше этого увидишь. Истинно говорю вам, отныне увидите небо отверстием и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сыном Человеческим. увидим на пути Месопотамию видение, Яков тут же сказал, это дом Божий. И ведь видел он только лестницу, никакого дома не видел. Но так как знал, что лестница прообразует собой церковь, то и говорит, это дом Божий, это церковь. А что церковь дом Божий, откуда это видно? Это утверждает Павел, так писавший Тимофею, пока не приду к тебе, если замедли, то знай, как подобает в доме Божием жить, который есть церковь Бога Живого. 1 Тимофея 3.14 А затем, чтобы во всех отношениях соответствовать образу Христа, нестяжательного, пренебрегавшего богатством и ни во что вменяющего все прелести мира, Яков говорит, если Господь Бог со мной и даст мне хлеб есть и одежду одевать, заметь, каким воздержанием блещет эта любомудрственная душа, если будет Господь Бог со мною и путеводить меня в пути и даст мне хлеб есть и одежду одеться. Задолго до Евангелия звучит в устах его апостольская речь, если хлеб мне даст есть и одежду одеться. Но но из-за Яков и Павел говорит, имея пищу одеяния будем довольны и будет мне место сие дом Божий. Это именно и выражает в названии Вифиль Веф дом Аил Божий. Пришел в Месопотамию и прежде всего встретился ему колодец. Приблизился он к колодцу, колодец был закрыт. Нашел там пастухов. Опять по всему образ Христа. Первое явление Христа было то, когда он пришел принять крещение, то есть колодцу, источнику воды текущей в жизнь вечную. Находит колодец закрытым. Так и благодать до Христова явления была скрыта. Говорит Яков пастухам, что вы стоите? Времени еще много, напоите стада и ступайте пасти, хотя отвечает, не можем отвалить камни, пока не соберутся все пастухи. Что же Яков? Он один делает то, многие. Очевидно, это совершено им потому, что он был образом Христа и Писание показывает на нем силу владыки. Действительно, то, достигнуть, чего оказалось не в силах многим, совершила евангельская благодать. У колодца встретился Яков с Рахилию, пришедшие туда. Чуть ли не все ветхозаветные праведники находят своих невест у колодца. Моисей у колодца встретил свою жену, дочь Яфора. Яков у колодца, до раб Авраама у колодца встретился с Ревекой. Повсюду браки ветхозаветных людей завязываются у колодца, так как и Христос не иначе уневещивает себе церковь, как от воды. Говоря кратко, пришел Яков, хотел взять Рахиль, но вместо Рахили превзошла Лия. Этим самым мы возвращаемся к тому, что сказано было выше, что необходимо теперь воспроизвести здесь. Итак, закон не просто вошел, но превзошел. Точно так же Лия не просто пришла, но превзошла. Придти это значит видеться прямо и открыто, а превзойти это значит пробраться, проникнуть вместе с другим при помощи обмана. Таким именно образом превзошел и грех, превзошел дьявол, воспользовавшись законом. Грех, иначе не узнал я, как через заповедь, и через нее он умертвил меня. Но чтобы кто не подумал, что самая заповедь была смертоносна, апостол тотчас прибавляет закон свят и заповедь святая праведна и добрая. И как же добрая принесло мне смерть? Никак. Но грех я узнал не иначе, как через заповедь. И добрая послужила мне в смерть. Повсюду под грешником разумеется грех, то есть дьявол. Да будет говорит о премногу грешен дьявол заповеди причиняющие смерть. Знаем, что и закон духовен, а я плотян. Так, Павел, плотян, ты вдохновляемый духом святым, ты в ком глаголит Христос. Если ты плотян, значит, ты обманывал учеников своих, говоря, что делаю, то не по плоти, но в духе. Ученики твои не во плоти, а ты сам плотян, а я плотян. Я кто? Тот, кто жил до закона и под законом тот, кто продан под грех, греху. И сказал тот, кто продан грехом, но проданный продавшийся греху, потому что не другой кто-нибудь из людей продал, но сам себя продал. Ведь как среди людей бывает, что одни продаются в рабство силой, другие располагают собой свободно, сами себя дают в рабство через брак с рабынями или по какой-нибудь другой нужде. Так точно и человек, будучи свободным по природе и располагая свободной природой, добровольно сам себя продал в рабство. Хочешь знать, как человек продает себя в рабство? Послушай, что говорит Илья Ахаву, когда Бог послал его облесить царя за отнятие виноградника на уфе и говорит Ахаву пророку, нашел меня враг мой, и сказал и я, нашел тебя, потому что ты предался тому, Продаем мы себя, что творил злые дела. Я плотян продан к греху. Ведь человек, попавший во власть дурной привычки, даже и тогда, когда захочет, нелегко может освободиться из рабства. Привычка вторая природа, и при том природа, с которой человеку приходится бороться. Поэтому апостол и продолжает Делаю не то, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Как однажды проданный делает не то, что хочет, но то, что ему приказывает. Так и человек не имел власти делать, что хотел, но делал то, что ему повелевал грех. Иначе и быть не могло. Грех царствовал, а царю противоречить невозможно. Итак, продан был человек, не Павел, а человек вообще, образ человека, существо свободное. И говоря кратко, апостол указал и существеннейший признак того, что человек находится в принудительном рабстве, когда сказал «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Видишь, как он представляет дело. Человек томится в горьком рабстве и насилии, стремится освободиться из него, жаждет свободы и молит о благодеянии. «Бедный я человек, кто избавит меня?» Что явится моим спасителем? «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». Чтобы показать, что когда идет речь о продаже греху, то, разумеется, человек подзаконный, а когда говорится о свободе, это относится к тем из проданных под грех, которые искуплены евангельской благодатью. Он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня?» «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим, Он освободил меня от закона греховного». Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня. Видишь, как он изображает здесь человека освобождаемого и человека рабствующего греху. И не о себе лично говорит он это, но вообще о всем человечестве. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И как совершилось твое освобождение, как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Так как закон требовал доброго, а плоть не повиновалась, как проданная в рабство греху, то чего не мог закон достигнуть по причине слабости плоти, то совершила силою плоти Христовой. Как закон ослабленный плотью был бессилен, не сам по себе слаб был закон, но по причине слабости плоти, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 7.34 Вот по благодати Божией мы и пришли к разъяснению вопроса. Теперь вполне ясно, что не о себе самом говорит это Павел, не на свою свободу клевещет, не себя самого ставит под власть греха и не представляет себя плотским и духовным в одно и то же время, но что он изобразил словом, как бы на картине различные состояния человека, до закона, под законом и под благодатью, затем он выяснил, каков был человек до закона, каков человек подзаконный, каков человек освобожденный благодатью во Христе, Бог Сына Своего послал в подобии плоти греховной. 8.54 Здесь разрешается и другой вопрос. Говорят и не только о поле Нариане, но и о Риане и Намиане, что Спаситель воспринял только плоть, но души не воспринял, и одни после взаимных споров пришли к тому, что допускают еще душу, но без ума, другие же утверждают, что Спаситель воспринял только плоть. Но нам из сказанного раньше, в предшествующей беседе ясно, что Писание свойственно обыкновении, когда речь идет о человеке, употреблять название части вместо целого, иногда плоть, употребляет он в смысле всего человека, тебе приедет всякая плоть, вместо всяких человек, иногда наименование души, когда, например, говорили, что в 75 душах пришел Яков в Египет, иногда дыхание, например, всякое дыхание дохвалит Господа. Покажи теперь, где Писание разумеет плоть бездушную, и когда человек умрет, он не называется уже плотью, но мертвым телом. Никто никогда не скажет о мертвом плоть, но мертвое тело, плоть, пока есть в ней жизненная сила, пока она живет, когда уже наступает смерть, тогда плоти уже нет, тогда можно говорить только о теле. Тело это все бездушное, и камень тела, и дерево тела, и живое существо, не имеющее души, называется телом. Скажи же мне, почему не воспринял он души? Он пришел, скажешь, спасти сам собою, а в нашей душе не нуждался? Но почему в таком случае воспринял плоть, так как он не мог явиться непосредственно в своем божеском естестве, то и воспринял плоть, чтобы жить между нами? Но разве плоть у него была без души? Как же он чувствовал голод и жажду? Как утомлялся? Если ты утверждаешь, что душа у него заменяла божество, то тогда и жажду, и голод ты, значит, приписываешь божеству. С другой стороны, братья, если и Бог, и Слово, и одушевленный человек в полном составе не были в нем соединены, в едином лице, но было только божество во плоти, то какой душе, говорил Спаситель в этих словах, отче, в руки твои предаю дух мой? Если было только божество, а души не было, то кто здесь предает и что предается? Отче, в руки твои предаю дух мой, то есть душу. Если ты признаешь только божество в теле, а душу отвергаешь, то что предается и кто предается? Но цель еретиков очевидна. Для того и говорят они, что Господь не воспринял души, чтобы приписать его божеству все те черты, которые относятся к его уничиженному состоянию, чтобы, читая, я не о себе говорю, но пославший меня Отец, не о себе, тот заповедал мне, что сказать и что возвестить. Относить это не к человечеству его, но к божеству. Видишь, в какую бездну нечестия они стремятся. Но сколько бы их ни спрашивал, какой дух, разумеется, в словах в руки твоей предаю дух мой, объяснить этого они не могут. Между тем, при сопоставлении с другими местами священного писания не остается никакого сомнения, что духом здесь именуется душа. Вспомни, что сказал Стефан перед своей мученической кончиной Господи Иисусе, прими дух мой. Слова Стефана вполне подтверждают, что дух есть душа. Итак, кто предает дух и кому дух предается? О какой, говорится, здесь сущности? О той, которой апостолы относили к пророчествам. Не оставишь души моей в аде и не дашь преподобному твоему видеть тление. Не оставишь души моей в аде. О Боге здесь речь. Бог не оставляется в аде. Держал ли ад Бога в своей власти? Могло ли угрожать тление животворящей силе? Не слышал ты разве что, говорит Павел, что невозможно было тление удержать жизнь? По жизни, разумеется, тело. Если же тело есть жизнь, то удерживалась ли жизнь смертью? Не оставишь души моей в аде. Как падение коснулось всей человеческой природы, так и восстановление. Всецело падший человек всецело и возрожден. Но если скажешь возражают, что он возродил совершенного человека, то какая же остается разница между ним и апостолами? Ведь из тех был Бог, но иное обитать, иное воспринять на себя, воспринять в единство. О нем сказано, она вселюсь в них и буду жить. Здесь указывается чистота души, предполагается добродетельность души, в которой вселяется и обитает Бог, тогда как у Христа самое тело его от утроба воспринятое в единство, сделалось храмом, не преустиянием в добродетели достигло того, что вселился в него Бог, но одновременно и храм был приготовлен, и Бог стал обитать. И так храмом было тело единого Христа, поэтому он и говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. О безумие людей, не знающих границ своей дерзости и бесстыдству. Вот что нужно сказать о тех юридиках, которые говорят о душе, духе и теле, извращает апостольское слово, гласящее, Бог сохранит тело и душу и дух ваше. Прибавив в пояснение, что духом они называют ум. Но если дух есть ум, то почему апостол и говорит, буду петь духом, буду петь и умом. Ведь если дух и ум одно и то же, то почему их разделяет Павел, буду петь духом, буду петь и умом. Если дух есть ум, то почему наряду с умом отдельно упоминает о духе. Впрочем, если ты, говорят, не принимаешь нашего толкования, объясни, как ты сам знаешь, понимаешь, что означает слова Павла, Бог сохранит дух и души ваши. Духом Писание обыкновенно именует дарование Святого Духа. Прошу вас содействовать мне в моем труде, ведь нелегкое дело посечь иеретические тернии. Итак, Писанию обычно называют духом дарование Святого Духа. Говорится, например, что тот или другой принял дух мудрости или дух разума. Самый дар Духа называется Духом. Так Павел говорит, так и вы ревнуете о дарах духовных. 1 Коринфянам 14.12 Вместо того, чтобы сказать духовных дарований, Дух-то ведь один, а не много духов. Я указываю, говорит вам, каких дарований должны вы искать. Значит, Духом называется благодать Духа. Не самая сущность Духа, но сила действия Духа. Дарования различны, а Дух один и тот же. Действия Духа, Дух, то есть дарования, а не самая сущность Духа. Ты называешься духовным, и дарование тобой полученное называется Духом. Значит, апостол говорит, Бог сохранит тело и душу и дарование, которое вы получили от Духа. Это дарование он называет здесь Духом. А так как дарование от нашего усердия приумножается, а от нерадения утрачивается, все вполне понятным, в устах апостола является и то наставление, какое он дает верующим в другом месте. Духа не угасайте. Ни сущности Духа, конечно, нельзя угасить, ни ума, дарованного человеку по природе, но благодать своим усердием мы умножаем, а нерадением заглушаем. Вот почему он наставляет. Дарование вами полученного не заглушайте. Духом, очевидно, называет действие Духа, которого сподобимся получить все мы во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.